На торжественном открытии чемпионата с показательными выступлениями вышли акробаты спортивной школы «Сибиряк». Всего в «Нифтеюганск» приехало более 200 спортсменов со всего округа. Я приветствую вас в самом гостеприимном городе Мужчинерия, городе «Нифтеюганск». Уважаемые спортсмены, несмотря на ваш юный возраст, вы уже доказали, что для вас спорт – это не только ежедневно тяжелый труд, но и смысл жизни. Соревнования начались с утра, и уже к вечеру болельщики смогли порадоваться за первых победителей. Четверки, тройки, двойки – в первом юношеском разряде первым стал Лангепас. На высоком уровне, мне кажется, оценивался. Мы уже только второй месяц занимаемся в составе, и вот еле как успели подготовиться. Конечно, нефтеюганцы особенно ждали побед от местных участников. Чемпионат в этом году посвящен памяти погибших в аварии 4 декабря спортсменов и тренеров, и наши акробаты сумели сделать подарок болельщикам. Третьи, вторые и первые места на Пьегистал наши выходили несколько раз. Мы сильно волновались. Мы замечали, что наши соперники тоже не слабые, и мы можем тоже уступить им место первое. Но так получилось, что мы постарались и сделали, и вот, первое место. Соревнования продолжаются. Во время первенства определят сильнейших в личном и командном зачете. Кроме того, спортсмены смогут сдать норматив на кандидата или мастера спорта. Главная цель соревнований – это как раз пропаганда и развитие спортивной акробатики в Канты-Мансийском округе. А задачи – это определение сильнейших акробатов округа для комплектования и формирования сборных команд округа по спортивной акробатике. Болельщиков ждут в «Жемчужине Югры». В субботу соревнования начнутся в 11, в воскресенье в 9 утра. Праздник красоты и грации гарантирован. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск».